Смотрите, попытка на самом деле от чеченских политиков была, от кадыровских политиков, то есть от чеченцев по национальности, представителей оккупационной власти Чечни. Они в Госдуме хотели внедрить законопроект о неупоминании национальности при совершении преступления. А оккупантам отвергнуть было. Вот это делимханов, ай, уем, ноль, ноль. Кадыровская свора ноль, когда противоречит оккупанту. Вот кадыровская банда делимханов, все вводят законопроект «Не называть нацию преступника!» Закрыли рот и себе убежали в Чечню и пасть Польши не развивать. Примерно так ответили они, оккупанты кадыровцев. Поэтому вот это мы здесь ничего не решаете. Вам рот закрыть скали, вы его нежно закрыли. Почему? Потому что оккупант, он подразумевает сохранение своей имперской политики в отношении оккупированных народов. Подавление их постоянное, нетерпимость к ним и так далее. Почему? И они не упоминают сами. Это их политика. Когда русская собака выкидывает годовалого ребенка в окно. Когда сын насилует маму в бухом состоянии и так далее. Мужья, когда подразумевают своих жен, убивают их, режут их на кусочки, варят из них суп. Это все среди русских не упоминается. Когда они в бухом состоянии делают что-то подобное поклонение сатане. Но стоит мусульманин что-то сделать, там увеличат, добавят, приумножат и раскрасят. Это так. И обязательно назовут нацию. Это политика оккупанта. Этому примеру тысячи в России. Тут примеров даже приводить, доказывать это не надо. Даже кадыровская свора депутатов, она пыталась с этим побороться. Но им сказали, рот закрыт, и они рот закрыли. Теперь, Аллахмасалям Амхамад, мы видим такую картину, что правильно брат сказал, что чиновники, когда кавказцы что-то сделают, массово извиняются. Как будто у нас прописано где-то в оккупационном конституции для законодательства, где-то прописано, что малые народы должны нести коллективные. Хотя конституция указывает на то, что коллективной ответственности нет на самом деле. А чего вы извиняете? Чего вы там какие-то рады заключили, чуть ли не меморандумы о недопустимости подобным с подписью референдума всего народа хотите заключить? Зачем это дело? Зачем вы постоянно унижаетесь, извиняете? Вот, например, какой-нибудь мага поехал на салф в общественном месте, проявил себя как русский. Зачем вы за него извиняетесь? Пускай его, согласно законодательству Российской Федерации, чтите закон, который вы, ну, пускай административное или уголовное дело возбудят. Чего вы всей нации начинаете извиняться? Правильно же вам замечание делают? Как трусы себя ведете? Что касательно наоборот, когда русские в отношении нас это делают, разницы нет у кого из мусульман? Молчок. Тишина. Тишина. Мечеть разрушили дагестанскую? Тише. Не говорим. Один бухой ублюдок прутом железным избил беременную женщину за то, что она в хиджаве носила? Тсс. Не говорим об этом. Ни в коем случае. И таких много случаев, только за один этот год. Почему вы как трусы себя ведете? Почему вы не выступите в защиту? Потому что вы работаете на оккупанта с условием. Всегда извиняться за своих, но рот закрыт, когда в отношении ваших. Поэтому вы не наши представители. Вы рабы оккупантов. Вы не наши представители.